Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика. Сегодня посмотрим, как работают линии поддержки сопротивления, какие они бывают, в том числе обязательно посмотрим зеркальные линии поддержки сопротивления, а также как можно торговать моим роботом, используя эти знания. Итак, мы начнем анализ с евро-доллара. Давайте посмотрим. У него был восходящий тренд, сейчас идет коррекция. И здесь, к сожалению, как раз таких классических или зеркальных линий поддержки сопротивления мы не видим. Однако, в таких случаях я использую соотношение Fibonacci, сетку так называемого Fibonacci. И здесь мы видим, что уровень 38,2, похоже, хочет себя отработать. Смотрите, то есть у нас был уже минимум, он уже подтвердился, что от этой линии цена отбивается. И сейчас цена второй раз к нему подходит. Если она к нему подойдет, можно ставить ордера на покупку и зарабатывать на росте. Давайте на H4 посмотрим. Вот мы видим, цена приближается. И здесь в районе цены 1.04.67 можно будет ставить ордер на покупку, чтобы заработать на росте. Новозеландский доллар имеет вот такие две линии поддержки и сопротивления. И давайте рассмотрим поподробнее его. Смотрите, если цена сейчас откорректируется наверх, хотя это, конечно, вот прямо сейчас она может это не сделать. Почему? Потому что доллар растет. Вопреки многим, я вот смотрел, там серьезных аналитиков, как бы все говорили, пророчили ослабление доллара в ближайшее время. Однако, вот он растет. Поэтому вот все эти прогнозы я не верю. Но я верю в разворотные точки, о которых мы сейчас поговорим. Смотрите, если цена откорректируется в ближайшее время и дойдет до верхней линии сопротивления, от нее можно будет продавать и зарабатывать на снижение. Это в районе цены 0.62.32. Однако, перед этим она встретит на своем пути еще одну линию. Это линия поддержки. Видите, по минимуму я ее построил. Однако, после этого цена пробила эту линию поддержки и теперь возвращается к ней. Если она вернется к ней, это будет зеркальная линия сопротивления. И от нее можно будет также продавать и зарабатывать на снижение. Это в районе цены 0.62. Если вы торгуете моим роботом, кстати говоря, если у вас счет в компании iMarkets, вы можете получить его бесплатно. Переходите по ссылке в описании на мой канал. Вот и там будет указан мой телеграм. Пишите мне, я вам напишу условия, по которым вы можете его получить бесплатно. Так вот, мой робот работает на усреднение. Кстати, у меня есть отдельный ролик про усреднение. Обязательно посмотрите. Если вы здесь поставите ордер на продажу, то второй ордер на усредняющий вы можете поставить через примерно 300 пунктов. Видите, через 300 пунктов будет вторая линия сопротивления. На тот случай, если цена здесь не отобьется, или не отобьется настолько, сколько вы хотите, то, двигаясь дальше, сработает еще один ордер, а Take Profit выставится примерно вот здесь, посередине. Плюс Take Profit, который вы в него заложили. Таким образом, когда цена откорректируется, робот закроет обе сделки в плюс, и вы на этом заработаете. Это позволит вам не сидеть перед монитором, не отслеживать это. Но также рекомендую робота ставить на VPS сервер. У меня под моими роликами всегда есть рекомендация хорошего VPS сервера, которой я пользуюсь сам и всем рекомендую. Он работает безотказно, специально для метатрейдера создан. Доллар и японская иена также, мы видим, идет вверх, потому что доллар укрепляется, и она уже подошла к линии сопротивления, которая основана на линии Fibonacci 38,2. Давайте на D1 посмотрим. Вот видите. Причем, что хорошо, уровень 23,6 уже, видите, был отработан. Вот здесь вот, видите, цена отработала. Это значит, что высокая вероятность есть того, что другие уровни тоже будут отрабатываться. Что значит отрабатываться? Это значит, что цена дойдет до этой линии, с высокой вероятностью она от нее отобьется. Поэтому можно будет ставить ордера на продажу и зарабатывать на снижение. Ну а также не забывайте про ограничения рисков, да, риск менеджмент и закрывайте сделку по стоп-лоссу, если это превышает ваш риск. Британский фунт движется к линии поддержки, основанной тоже на линии Fibonacci 38,2. Давайте посмотрим поближе. Вот если цена дойдет до этого уровня, то от нее можно будет ставить ордер на покупку и зарабатывать на росте. Давайте посмотрим, какая это цена. 1.18.51. Она не изменится, потому что линия горизонтальная, в отличие от наклонных, там цена меняется. Здесь можно заранее поставить отложенный ордер и ждать цену там. Доллар Канаде. Смотрите, какую интересную конструкцию нарисовал. Вообще я не любитель восходящих линий сопротивления, однако здесь чем она отличается? Она отличается тем, что было подтверждение. Видите, вот здесь я нарисовал. То есть сначала это была линия сопротивления, основанная на двух максимумах. Затем цена пробила ее. А затем, когда она возвращалась, она от этой линии, видите, отбилась. Эта зеркальная линия поддержки, от нее цена отбилась на 155 пунктов. Она отработала, и это хорошо. Это значит, что она может еще раз ее отработать. И если цена пойдет вверх, она должна еще немножко вверх отойти, и потом опять к этой линии подойдет, то можно опять ставить ордера на покупку и зарабатывать на росте. Если же цена пробьет эту линию, то потом, когда она будет возвращаться опять к ней, то эту линию можно воспринимать как линию сопротивления и зарабатывать на снижение. То есть ставить ордер на продажу и зарабатывать на снижение. Вот такие вот сигналы у меня по техническому анализу, по линиям поддержки сопротивления. Полный обзор смотрите на моем канале, по ссылке в описании. Но сейчас давайте посмотрим экономические события, на которых можно заработать. Итак, в понедельник у нас новостей особых нет, а вот во вторник у нас есть ВВП по канадскому доллару, по Канаде. Правда, изменения в предыдущем значении, в прогнозируемом здесь особых нет, поэтому ожидать направленного движения здесь не стоит. Но ожидать увеличения волатильности стоит, поэтому будьте внимательны. В среду будет ВВП по Австралии, здесь изменения планируются, планируется повышение, поэтому это может спровоцировать укрепление австралийского доллара. В четверг стоит обратить внимание на новость индекс потребительских цен, это традиционное отражение инфляции, здесь будет изменения, поэтому ожидаю увеличения волатильности в 13.00 по Москве. Ну а в пятницу у нас тишина, и вообще нонфарм должен был быть, но я посмотрел, он перенесся на следующую неделю, поэтому неделя достаточно спокойная. Это значит, что технический анализ будет хорошо работать, линии поддержки и сопротивления будут работать, поэтому анализируйте, зарабатывайте. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы посмотреть другие видео о том, как зарабатывать на техническом анализе. Ну а также, если у вас счет в компании A-Markets, напоминаю, что вы можете получить моего робота бесплатно, пишите мне в Telegram, я вам расскажу как. Желаю всем успешной торговой недели, торгуйте с удовольствием, всем пока!